Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о законе Ома для полной цепи и о внутреннем сопротивлении источника питания. И с этой целью мы собрали вот эту простую электрическую цепь, состоящую из батарейки, лампочки и ключа. А напряжение на батарейке измеряет вольтметр. И сейчас, когда цепь разомкнута, вольтметр показывает 4,5 вольта. А когда цепь замкнута, он показывает 3,8 вольта на 0,7 вольта меньше. И спрашиваются, куда исчезают эти 0,7 вольта, когда мы замыкаем цепь. На этой схеме батарейка изображена вот этим красным контуром. И в электротехнике принято считать, что батарейка состоит из двух последовательно соединенных элементов. Во-первых, это источник электродвижущей силы. А во-вторых, это внутреннее сопротивление. И когда цепь разомкнута, вольтметр показывает электродвижущую силу батарейки. В нашем опыте 4,5 вольта. А когда цепь замкнута, по ней протекает электрический ток. И теперь напряжение падает частично на лампочке, а частично на внутреннем сопротивлении. И сумма этих напряжений как раз и равна электродвижущей силе батарейки. И тем самым получается, что на лампочке падает напряжение меньше электродвижущей силы, а те самые потерянные 0,7 вольта падают на внутреннем сопротивлении батарейки. Чтобы измерить внутреннее сопротивление батарейки, мы включили в цепь амперметр, который будет измерять силу тока. Замыкаем цепь. Показания вольтметра уменьшились на 0,7 вольта, а амперметр показывает ток 0,56 ампера. И чтобы найти внутреннее сопротивление, надо поделить напряжение 0,7 вольта на 0,56 ампера. И мы получаем 1,25 ома. Это и есть внутреннее сопротивление нашей батарейки. А теперь я могу сформулировать закон Ома для полной цепи. Электродвижущая сила источника равна сумме падений напряжения на внешнем и на внутреннем сопротивлениях. Если заменить каждое из падений напряжения на произведение силы тока на соответствующее сопротивление, то получаем, что электродвижущая сила равна произведению силы тока на полное сопротивление цепи. Мы находили внутреннее сопротивление источника, измеряя силу тока и напряжение. Но оказывается, что можно обойтись только измерением напряжения. У нас сопротивление нагрузки и внутреннее сопротивление источника включены последовательно, так что ЭДС распределяется пропорционально этим сопротивлением. Если на сопротивление нагрузки падает напряжение У, то тогда на На внутреннем сопротивлении падает ЭДС минус У. Ну и мы можем составить пропорцию отношения внутреннего сопротивления к сопротивлению нагрузки равно отношению ЭДС минус У к напряжению У. И из этой пропорции мы можем выразить внутреннее сопротивление и вычислить его. И вот я собрал измерительную схему, в которой в качестве нагрузки поставлен резистор с сопротивлением 110 Ом. И когда я нажму эту красную кнопку, станция начнет писать график зависимости внутреннего сопротивления батарейки от времени. И вот мы видим, что на старте внутреннее сопротивление составляло 0,8 Ом, а через 10 секунд составляло уже 1,3 Ом, и тем самым увеличилось больше, чем в полтора раза. Почему же внутреннее сопротивление батарейки растет со временем? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на Ютубе.